Пройдя все вот эти вот, назовем так, испытания, у нас есть парикмахерская. Ну, я не могу сказать, что мы зарабатываем миллион. Не зарабатываем. Но на жизнь хватает. Хватает на то, чтобы пойти в магазин и купить все, что захочу. Ну, а же не в автомобиле, а в магазин? Нет, я... Абсолютно правильно, я говорю, в продуктовую. Подвинуться, передвинуться. Да не, нормально у нас все, ничего тут подвигаться, передвигаться не надо, все прекрасно даже. Так что все, я один из вас представлю и потом обью-ка. Итак, всем привет. Что, уже снимаете что-то? Да, конечно, снимаю. Я снова в гостях у Каби Вологи. Как и обещали, вторая серия, продолжение. А то в прошлый раз мне батарейки сели, я ушел, мне еще домой надо было. И люди написали, что хотят послушать наши продолжения. Ну, вот они согласились, пока свободный часик прошелся. Продолжить нашу историю о том, как они выживали и становились войну. А то комментариев получилось 150 штук. 163. Да, 163. Значит, мне не все выживали. А еще мне написали даже на этот самый, на ВКонтакте, там группа у меня есть, Ориен Дина. И вот там тоже в личку про написано, ой, скажи, я из какого города они приехали. Я говорю, не знаю, спрошу. Из Питера, ребята, из Питера. Я говорю, мы из Питера. В общем, так, начну я. Давай. А потом ты свой позитив начнешь гнуть. Всем привет. Куда смотришь, в какую камеру? Любой. Глаза? На меня можешь смотреть. Не-не-не. Мне надо. Тогда вот, периодически туда, периодически туда. Будем ракурсом менять. Смотри на Леню, как бы. Так хочешь. Нет, на Лене получится, что я не с людьми разговариваю. Я вас туда хатываю. Нет, нет, я прямо вот туда, где. Вот это лучше. Хочу продолжить наш разговор, потому что на самом деле он прекратился очень неожиданно. На Лене сказал, что все, кончилась батарейка, поэтому разговор закончен. Хочу дать три, может быть, два, не знаю, почему приду, прошлых или непрошенных советов иммигрантам, которые попадают в другие страны и начинают жить в других странах. Все это непросто. Но советы мои, они вытекут из того рассказа, который постараюсь покороче, чтобы было понятно, откуда взялись мои советы. Значит, мы приехали, как говорили уже в прошлом ролике, привезли с собой небольшую сумму денег. Ну, кто как меряет. Ну, небольшая была сумма денег. И что мы сделали на первых порах? Мы как бы решили вот, ну, типа на работу чего ходить, когда деньги еще какой-то запас есть, надо бы какой-то устроить такой бизнес. Ну, поводили мы носом и нашли. Похоже, очень неплохая была тема. Может быть, она сейчас бы и выстрелила. В тот момент, 25 лет назад, у нас не получился проект. Какой был проект? Мы решили делать наши русские пельмени. Потому что мы обратили внимание в супермаркетах, в супермаркетах, что очень было мало в ту пору замороженных продуктов. То есть очень мало было вот фрезеров этих. И буквально там какие-то два пренименования продуктов, которые продавались. И мы так решили, что наши пельмени, они великолепно вкусные. И нам так показалось, что если бы мы смогли занять вот эту нишу в супермаркетах, то это было бы очень даже неплохо. Вот. Ну, в общем, книги, которые у нас были после обустройства, после аренды квартиры, после устройства в основном школу, таких-то покупок там мебели, и, ну, чтобы можно было жить, да, холодильники, холодильник, мебель и так далее. И мы вот оставшиеся деньги, которые у нас были, мы вбухали вот в организацию этого бизнеса. Потом, когда деньги закончились и когда бизнес наш не пошел, он лопнул, не родившись, скажем так, нам объяснили, что для того, чтобы выйти на полки супермаркетов, супермаркетов необходимо в офисах, потому что есть разные сети, ну, как у нас вот в России там, ну, не важно, разные сети магазинов, в офис надо было дать взятку тому человеку, который решает дать нам место на полках, выказать в их магазинах или не дать. Не так. Как не так? Не так. Не так. Ну, хорошо, пока это. Нам объяснили следующее. Ну, вот, допустим, там есть диск, код, то есть, все эти супермаркетов, скажем так. Для того, чтобы туда войти, сначала ты проходишь официну, если они примут, если они согласятся с тобой работать, как бы это одна сторона медали, а дальше начинается следующее. Тебе дают 5 магазинов, например, и в каждые 5 магазинов ты должен поставить на те времена было по 5 тысяч долларов. И они это ставят, ну, типа... 5 тысяч долларов в каком варианте? Продукции? Продукции. И они делают скидку в 50% и начинают этим делом торговать. Если это требуется, хорошо. Ты в эти... Погоди, ты в эти 5, ну, продолжаешь делать поставки, тебе дают еще 5. Но деньги, которые ты поставил на 5, тебе не возвращают. Это как бы плата за место на полке. А что-то не ее. И когда мы посмотрели, что там в то время мы... Единственное, с кем договорились, это было кодок. Когда мы посмотрели, посмотрели список сокурсалей, их там было что-то порядка 50, мы поняли, что ловить там нам нечего с нашими капиталами. Зовем так. Пропадение памяти, значит... Ну, хорошо. Я прошла, не важно. В общем, эта тема у нас не пошла. Скажем так, из-за финансового положения, да? Потому что у нас никаких денег не было. Вот. И когда... То есть, то есть, то есть, следующие. Мы вложились в бизнес, который не пошел. Мы потратили последние деньги. Тогда у нас начался вот этот очень сложный период, о котором мы говорили в предыдущем ролике. Когда ребенок просил кушке, она мне нечего было дать кушать. Ну, и важно. Вот. Мой первый совет. Приезжайте за границу. В зависимости, конечно, от того, с каким золотым запасом вы приехали. Но если у вас небольшое количество денег, не рискуйте этими деньгами. Ищите контакты среди... В данном случае русских. Потому что мы русские. Русские, украинцы, неважно. Словянцы. Ну, русскоязычные. Да, русскоязычное население. Ищите контакты. Через эти контакты ищите работу. Любую работу. Если вы, конечно, там не какой-то крутой айтишник, который может найти с полтыка работу, и все айтишники говорят на английском языке, это особая... Особая касса. Но, да, что... Мы юристы. Никому не нужны. Бывшие. Бывшие. Да, никому не нужны в такой стране. И поэтому нам надо было, приехав, контактов было достаточно много, но мы решили, что мы вот так, круг такая. Мы сейчас вот тут бизнес делаем, да? Вот. Надо было положить денежки под матрасик, который был вновь купленный, и искать работу. Любую. Уборщика. Помывки бокалов. Как говорят, самое такое распространенное. Что ты там делаешь? Мою бокалов. В ресторане, да, например. То есть какую-то работу, где не требовался бы язык, жестами можно быть, мыть полы, скажем так. Вот. И зарабатывать уже какую-то копейку. Естественно, на первых порах вам никто платить хорошо не будет, потому что у вас вообще нет документов, потому что все по-черному, вы не разговариваете, вас просто употребляют. но неважно, какая-то копейка в долг входит. На эту копейку можно кушать. Это очень важно. Не тратить те деньги, которые, конечно, я говорю, на устройстве, на первом этапе все равно какие-то затраты будут. Но то, что осталось от первичного затрата, вот это надо сохранять любыми способами. Это первый совет. Второй совет. Не рискуйте оставшимися рингами. Не вкладывайтесь ни в какой бизнес, не поняв вообще, где вы находитесь, какова культура этой стороны. На это иногда уходят годы, но хотя бы, хотя бы не так вот в омут с головой, как в омут с головой, не рискуйте деньгами, не вкладывайте деньги. Если, конечно, вы добьете миллион долларов, но можно рискнуть двадцатью тысячами долларов, естественно. Можете попробовать, а может быть и выстрелить. Но вот на нашем опыте последние деньги мы потратили и попали в каково щип. Это второй совет. Не рискуйте деньгами, не вкладывайте в то, что вы не понимаете тему надо изучать. Если вы решитесь во что-то вложиться, тему надо изучать и надо искать каких-то людей, которые могли бы дать хорошую консультацию. Я про то, что не торопитесь потратить то, что у вас есть. Надо оставлять золотой запас, пусть он будет маленьким, но это очень золотой, почти что бриллиантовый запас, который вам может помочь не страдать и выстрелять. и выжить. И третий мой совет, наверное, с ним кто-то может не согласиться, в частности, мой сын с этим не согласен, Володя и не спрашивал. Мне так думается, что будучи за рубежом, ведь как вот, это особенно касается русских, многоуважаемые многоевреи, они вот, когда лежат куда-то на какое-то место, они начинают окапываться. Вот, изо всех сил они что-то вкладывают какую-то копейку в какую-то там может быть даже недвижимость, может быть даже не очень хорошую недвижимость, покупают какое-то пять земли и что-то на ней пытаются делать. То есть, они пускают корни. У нас, у русских, не знаю, у нас, сейчас не буду говорить о всех русских, потому что у нас есть друзья, которые сейчас уже имеют такую недвижимость, то в то время они как-то подсветились и у них получилось. Мы же все время как бы думая о том, что вот мы тут временно, мы скоро отсюда уедем, потому что мы не собирались оставаться в Аргентине на долгие годы. Мы как бы все вот жили на чемоданах. Вот жизнь на чемоданах она привела к тому, что вот нам уже за 60, огонь. У нас Николай не дрова. Ой, Николай не двора. Николай не двора. Николай не двора. Живем на арендованной площади. Завтра придут хозяева площади и скажут, ребята, давайте, давайте, потому что мы нашли другого ориентатора более приятного и более стабильного. И поэтому как бы давайте. И мы оказываемся реально на улице. Да, сейчас мы уже говорим на испанском. Да, у нас какие-то какая-то есть опора в плане работы, потому что я как маникюрша, как педикюрша с полтыка могу найти работу даже мои 60 лет, потому что это, ну, есть спрос на эту специальность, да, есть востребованность. Вот. Володя будет значительно сложнее, потому что парикмахеров, их много, их грязи. Их грязи. и парикмахеры молоденькие, без особых претензий, и как бы на это спрос нет. Я про что, что третий мой совет, хотя вот я говорю, мой сын говорит, надо жить, как как говорил в известном фильме Леон, Леон, киллер. Да. Он говорил девочке Магдаленек, нет, не Магдаленка, же, да, девочки, потому что не надо иметь ничего. Не надо, ну, это не цитирую, потому что не помню дословно, надо жить так, чтобы в любой момент мог стать и уйти, и уйти. Но у него, правда, был титок, который он, наскоро был. Не знаю, я не придерживаюсь этой позиции. Почему? Потому что, ну, вот, реальность такова, что, вот, я уже не буду повторяться, 60 лет, и у нас ничего нет. У нас даже нет стенки, к которой можно прислониться. Единственное, что у нас есть, есть сын. Вот, сын, это наша опора и наша над надежда. Но, не у всех есть дети, на которых можно опереться. Поэтому, я говорю, что задумываюсь о старости. Она не за горами. Ни у кого, ни у молодых, ни у людей среднего возраста. Поэтому, поэтому, вот, вот мои три таких вот совета. Кто-то воспользуется, кто-то прислушается. Ну, это, это вот, скажем так, из, это выжимка из тех, 25 лет, выжимка, понимание того, что с нами произошло за эти 25 лет, понимание того, что нас может ожидать. Это выжимка из нашего опыта, из нашей жизни. Поэтому, вот, вот, это я хотела сказать. Помнишь, как этот анекдот, когда у одной старушки спрашивают, говорит, бабушка, да у вас же никого нет, он же даже воды перед смертью никому подать будет. Да, она говорит, биться, а он зачем? Относительно моего последнего совета, что окапываетесь, приобретайте что-то, чтобы что-то было в старости. Может быть, даже в браке мой сына многие придерживаются в такой позиции. Лучше жить на одном доме, на живее, потому что сегодня ты живешь тут, запрятка захочешь переехать в другое место, и то, что у тебя есть, это будет твоим грузом, твоим якорем, это будет тяготить. Но, не знаю, у каждого своем, но мне как-то мне исполнилось 60, скоро будет 61, и, ну, как бы, я вот думаю, хорошо бы, хотя бы какую-то там однокомнатную квартирёшку иметь, ну, хотя бы, хотя бы как-то, куда-нибудь, ну, типа норка, норка, в которой можно вот, затаиться. Ну, все, да, ну, что-то. Перехватываю. Был у нас тут знакомый такой, здесь очень много хороших людей, я буду больше говорить о позитивном, чем о негативном, сегодня, во всяком случае. Здесь очень много хороших... Хорошо не перебиваюсь, извини, ты меня слушал очень негативно. Молча, да. Молча. Вот. Был такой знакомый у нас, Валентин Васильевич, ему было так за 90 лет. И старые миграции, и старые-старые-старые миграции, скажем так, но русские. И он всегда говорил, неплохо жил, но достаточно скромно. И он всегда говорил то же самое, то, что Катя говорила. Вот мы приехали, здесь мы, оказывается, тоже типа евреи. Ну, это... Пога... А, так же? Я могу сказать? Мне бы хотелось иметь капельку еврейской крови в моем организме. Я могу сказать? Да. Спасибо. И он говорил, что вот их иммиграции, это было, ну, скажем так, типа 40-е годы. Приехали эмигранты, и евреи стали окапываться. Там открывать свои фабрики, открывать свои заводы, там, ну, кто как умел, скажем так. А русские сидели на чемоданах, думая, что, ну, все-таки, как бы мы вернемся обратно в Россию, потому что там, типа, советскую власть уничтожат, и так далее, и так далее. В результате... В результате... Русские окопались, а русские нет. Так и остались на чемоданах. Я оговорюсь по поводу евреев. Мы уже с тобой обсуждали эту тему. У меня нет национальности как таковых. У меня есть люди, и есть нелюди. И не важно, какой они национальности. Таджики, казахи, армяны, азербайджанцы, евреи. Мне по барабану, скажем так. Я не делаю разделения. Но здесь было такое. И до сих пор здесь нас, русских, считают как евреев. Почему? Потому что, когда шла первая эмиграция из Европы, для того, чтобы... Постолько был нацизм, и там все вот эти вот штуки, как бы... Те, кто приезжали там из России, они говорили, мы русские. Но все понимали, что не русские. Чтобы скрыть. У меня есть юрист, с которым мы работаем. Он до сих пор мне говорит, он знает, что я русский по крови. он до сих пор говорит, наши пайсанусы, то есть наши соотечественники, скажем так, но он еврей-еврей. Я ему говорю, слушай, извини, как бы, я русский. Он говорит, не-не-не, наши пайсанусы, почему? Потому что так называли. Потому что так нас называли, и так до сих пор и пошло. Но это как бы вот одна часть медали. Вторая часть медали, то, чего я бы хотел сказать, не все так плохо. То есть, Катерин и Советы, они разумные, они правильные, скажем так. Я бы хотел немножечко, ну, скажем так, о положительном. Ну, вот хорошо, мы приехали. Ну, да, у нас были сложности, скажем так, были накладки. Ну, первое, не ошибается тот, кто ничего не делает. Делать надо. Я здесь знаю прекрасных людей. у меня есть друзья. Знакомых, друзья, это две большие разницы. Знакомые, это, если тебе плохо, ты позвонил знакомому, а у него начинается там, слушай, я сегодня не могу, я сегодня не то, я сегодня сё. Друзья, это когда тебе плохо, ты звонишь, и человек образовывается, ну, там, не знаю, в течение там пяти минут или часа, в зависимости от дистанции. Ну, как у нас была ситуация, когда нам было очень плохо, то есть, без денег, без денег, и жрать было нечего, я звоню нашему знакомому Володю, он не богатый человек, тоже там, жил в каком-то тажере, какой там, за какой-то печкой, как бы, то есть, ну, так, сбоку припеку, как бы, вот, и зарабатывал не особо много. Я звоню, говорю, Володь, слушай, ты не займёшь мне денег, хотя бы, там, полташку баксов, потому что, ну, денег нет, жрать нечего, и, только я тебе сразу... жрать, а кушать, есть нечего. Ну, в данном случае, жрать. И я не знаю, когда я тебе смогу их деньги отдать. Он говорит, ну, хорошо, приезжай. А это была дистанция, там, 30 квадров, то есть, кварталов. Я говорю, слушай, я не могу приехать, у меня денег на автобус нету. Он говорит, хорошо, я привезу. вот это друзья. Потом, там, мы ему помогали, и так далее. Но, дело не об этом. Я бы хотел о положительном. Ну, так или иначе, пройдя все вот эти вот, назовём так, испытания, у нас есть парикмахерская. Ну, я не могу сказать, что мы зарабатываем миллион, не зарабатываем. Но на жизнь хватает. Хватает на то, чтобы пойти в магазин и купить все, что захочу. Ну, а же не в автомобиле, не в магазинках? Нет, я не в автомобиле. Абсолютно правильно. Я говорю, в продуктовом магазине, скажем так. Что касается, там, извиняюсь, там, одежды и полосы, и прочего. Ну, здесь оно особо никому не надо. Там, сегодня жара, особо гораздо особо. Да, что есть, то есть, как бы. Я могу закрыть эту парикмахерскую, например, на неделю и поехать там, не знаю, на озеро или на море, просто отдохнуть. Я могу себе это позволить. Я считаю, что это уже неплохо. Следующее. Нам удалось вырастить замечательного сына, что считаю самым дорогим. Почему? Потому что мы смогли ему дать лучшее образование, которое можно здесь было получить. Он закончил лучший университет. Он закончил доктораду, или как это называется. Он написал докторскую. Ну, он написал докторскую. Его взяли в одну из лучших международных компаний и сразу на достаточно высокую должность. Сейчас его вот недавно повысили, на прошлой неделе. Он нашел себе замечательную женщину. Он женился. У него все замечательно. Зарабатывает он значительно больше, чем мы вместе взяты, не считая наших расходов. Назовем это так. Скажем так. Что еще можно хотеть в жизни? Ну, мы с тобой говорили об этом. Там кто-то в комментариях написал, что мы неудачники. Я считаю себя неудачником только в одном смысле. То, что я в казино не выиграл миллион. Вот в этом я неудачник. Ну, мне так не удалось выиграть миллион, скажем так. А в остальном куча людей, куча знакомых из постсоветского пространства, из местных. Ну, в свое время, вот куда мы ездим отдыхать, в свое время мы там познакомились с одним человеком. К сожалению, он уже так умер. Ну, старый уже был. Познакомились с ним. Он стал нам сдавать дуприк, домик, домик в одной квадре. и... В одном квартале от моря. В одном квартале от моря. Молодец. Да. В одном квартале от моря. Но потом так получилось, что он умер. Сейчас дети, которые ионы. Его дети, Володя. Юлия. А, я сейчас тоже Юлия. Его дети. Его дочь, в частности. Я, кстати, тоже придумываю новые слова. Я придумал слово тучно. Что? Я тоже часто придумываю новые слова. Пример, слово тучно. Ну, если тучи, значит тучно. Со мной пытались сначала спорить. Что тучно, типа нету такого слова. А потом смотрю, Песков повторяет за мной тучно, тучно. Значит, все-таки слушают мои ролики. Но есть слово облачное, тучно, не тучно. Ну да, там облака. Если тучно, значит тучно. Правильно. Такие слова тучные. Тучные, это крупные. Такие ионные. Ионные, да. Ну, хорошо, ладно. И до сих пор мы ездим туда. Ну, у нас есть какая-то там машинка, которая бегает по дороге. Как бы. Хорошо, что по дороге. Ну да. Ваши дополнения. А мы обсуждали с Катей. Я говорю, слушай. Ну, хорошо. Допустим, у нас был Мерседес-Бенц 600-й с кожаными сиденьями. И я в этот Мерседес-Бенц с кожаными сиденьями должен был грузить ящики с рыбой. Да у меня бы волосы вылезли на голове совсем. Почему? Потому что, как бы, ну, жалко было бы. Ну, ты, слушай, имеем Мерседес-Бенц 600-й, ты бы не ездил на пирамки, не кидал бы ящики с рыбой. А я люблю это дело. А любишь это дело. А я люблю это дело. А так, в мою машинку, как бы, я снимаю заднее сиденье, я туда бросаю какого угодно барахло, скажем так. И мне все равно. Просто все равно. Бандитка, она именно такая вот, именно бандитка, живет на улице. А когда выезжаешь на Руту, там все равно ограничение, там все равно ограничение 130 километров. Моя бандитка ездит 170. Ездит. Почему? Потому что новый двигатель. Уже наездился. Ну да. Заплатили штрафов немеренное количество, как бы, за превышение скорости. Ну это по глупости, конечно. По глупости. Но, тем не менее, она может ехать, как бы, ну и все, чем мне надо, как бы, мне больше ничего не надо. Ну, какой-то ограниченный Волк, а? Ну, не важно. У нас есть прекрасный знакомый, например, Тигран. Ну, Володя, не надо называть имен, понимаешь? Может, это людям не понравится, не надо. Ну, хорошо, больше не буду. Который приехал еще не как эмигрант, его пригласили сюда как воспитателя, как тренера. Он помог очень хорошо сыну. Он хорошо помог его воспитанию, то есть, занимаясь дзюдоом. У нас есть прекрасные знакомые, которые, ну, там, Поисто де Флорес, это, как бы, цветочный киоск, скажем так. Ну, там у них тоже все было по-разному, но в конечном итоге, ну, как история, мы разговариваем про жизнь в Аркетине, правильно? Как история. Да, по-моему, не зацепило, что вы сказали, что в Аркетине не получше, чем в России, и прямо все бы не так возбудились. Ну, получше, похуже, это кому как. Это кому как, да? Это кому как, это спорный вопрос. Аргентина не простая страна. Очень многие сюда приезжали, используя Аргентину именно как трамплин, чтобы потом уехать в Штаты, в Канаду, там, еще куда-то. Да, это по-моему. Приезжали сразу с этой мысли, что они тут возьмут документы, чтобы уехать дальше. Да, если мы с ним не ездили. Мы едем в Топу, Ивана, и в Штаты. Да, потому что с Россией. С какой-то самой стойки. С какой-то неудачный. С какой-то неудачный. Не, но могу сказать так. Вот кто остался, кого я знаю. Ну, я не знаю всех. Мы не особо ищем таких вот больших контактов как бы с русскоязычными. Но кого я знаю, тот, кто остался, это практически все те люди, которые как-то зацепились. То есть зацепились за работу, зацепились за какие-то неговище и, в принципе, себя неплохо чувствуют. Очень много уехало обратно. Нет, в России обратно вернулось из наших знакомых. Извини, из России на самом деле здесь было не так много в сравнении. Было очень много украинцев. Украинцы в основном, ребята, да. Почему? Потому что там в какой-то момент из Украины дали, типа, это вот свободный путь, что там не надо было визы, не надо было ничего. И очень много повалили. А потом здесь как бы не смогли нормально выжить. Ну, паралену я так знаю, кто не вернулся. Нет, ну я говорю, что очень много вернулось, очень много вернулось. Ну ты не знаешь, я знаю. В Испанию, в Канаду очень много уехало, согласен. В Штаты мало. В Штаты можно так по пальцам посчитать, кого туда приняли, скажем так. Я, допустим, знаю, ну, знал, теперь уже не ВКонтакте, знаю одну женщину, которая уехала в Австралию. Ее туда с радостью приняли. Почему? Потому что у нее пятеро дочек, а в Австралии женщине не хватает. Женщины все в Австралии. Не, ну, на самом деле, как бы. Этемографический кризис. Она подала документы и тут же дали визу, как бы, и все. Почему? Потому что она и пятеро дочек, как бы. А она всегда самое временное и получается самое долго. Вы не собираетесь обратно в Россию, не мысльте там такого сильного? Пока нет. Россия сейчас не та страна, куда надо возвращаться. Домой след. Не та страна. Ну, я тебе, я тебе встречный вопрос задам. Вот посмотри, сколько здесь иммигрантов, вот здесь, в Аргентине. Полно, тут странно иммигрантов считается. Ну да. А сейчас нам из Боливии прут, как бы. А теперь задам второй вопрос. Сколько иммигрантов в России? Ну, тоже много. Правда, иммигранты есть. Казахстан, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан. Все. С Европы что-то, что-то в Россию, что-то как-то… Да никто. Проходи-портили. Ну здрасте, Наталья Ореева располагает. Наталья Ореева располагает. Наталья Ореева, да. Да, они где-то спрашивают такое вот. Ну да. Мне нравится вопрос. Ты скучаешь по холоду? Ага, да. Блестящий вопрос. Я говорю, слушайте, у меня вот там стоит фризер, морозильник. 500 литров. Там 10 градусов. Минус. Я говорю, хочешь там посидеть? Ну так, немножко, минут 5-10. Я тебе дам такую возможность. Пойди туда, посиди. Потом, когда ты вылезешь, я тебе задам вопрос. А ты скучаешь по холоду? Я? Нет, не скучаю. На недельку в снегу покувыркаться, там еще что-то. Как турист. А именно по климату? Нет, не хочу. Не хочу. Меня устраивает то, что я вот целый год хожу в сандалиях. Мне тоже спрашивают, когда здесь холодно, скажем так, меня спрашивают, ты не мерзнешь? Я говорю, нет, не мерзну, потому что я привык. Потому что, как и ты, на рыбалку и так далее, ну да, там вадар оденешь, как бы, а ноги-то голые, как бы, и руки голые. Ну, что сделаешь? Ну, 5 градусов. Ну, хорошо, 5 градусов. Ну, ничего, привык, скажем так. Ты ничего-то не привыкываешь. То есть, ты из моря весь трясешься. Да. То есть, ты надеваешь, ты прям сухой. Что значит, прям? Ну, правильно, да. Если будет, то полно. Ну, о чем мы говорим? Потом костру прислонишься, и уже нормально. А когда мы находимся здесь, ну, мне вообще это по барабану. То есть, я одеваю кроссовки, в том случае, если там надо вдруг... Ну, сливы здесь хорошие, я так считаю. Мне нравится, к примеру. Да, бывает такая аномальная жара, как сейчас, на этой неделе. Сегодня 40 передают, завтра 43. Но это до понедельника. Ну, и плюс это аномальная жара. Говорят, что такого не было с 1900 каких-то там годов. Ну, имиду БНСА. Ну, и плюс опять же, кто хочет зиму, пожалуйста, поедите на юг, там зима. Нет, страна огромная. Тут есть провинция, где там постоянно 50 градусов тепла, жарые. Да, я видел ролик, поставили на асфальте в Акьало-де-Лестеро сковородку. В машине не проезжает, аисно бросали, мясо положили. Тут же все поджарилось на асфальте и быстренько покушали около дороги. Да, да. Нет, нет, нет. Есть, действительно, страна очень разбитая по поясам. По климату. По климату. И да, если тебе нравится более прохладный климат, ты езжай на юг страны и там. А еще такой вопросик, вот просто он как бы многим будет касаться. Вот смотрите, мы уже как бы немножко имеем возраст, соответственно мы медициной пользуемся, правильно? Потому что чаще, чем молодые люди. Я имею в виду, вам как вот медицина аргентинская кажется более нормальной, ненормальной и вообще касаться в эту тему? Я бы ответил так. Умереть здесь вам никто не даст. Так вы все мрут. Да, хотя все помыли уже. Ну да, в конечном итоге закончим на этом. То есть, есть государственные клиники, которые совершенно бесплатные. Ну, скажем так, если ты заболел, если что-то прихватило серьезное, там тебе окажут помощь. И по скорой увезут, и помощь окажут. Ну, государственная клиника, скажем так, дешево. То, что здесь припага, как это перевести-то? Страховка. Да, если медицинская страховка, ну, там тебе окажут все, что ты захочешь. Ну, вот сейчас, вот сейчас с этим коронавирусом, с этим карантином, то есть все медицинские страховки стараются не оказывать, если нет срочности. То есть, если тебе фигово, и ты звонишь, да, за тобой приедут, заберут, и тебе все сделают, скажем так. А так, если просто ты хочешь пройти медицинское обследование, то стараются отказать. Ты звонишь, и звонишь, и звонишь. Ну, счета приходят, платить надо. Счета приходят исправно. Я считаю, в целом, медицинское обслуживание в Аргентине хорошее. Это мое мнение. Есть разные уровни, есть разные страховки, соответственно, обслуживают по-разному. Ну, у нас есть, например, знакомый, который, не буду называть имени, он был анестезиологом на Украине, потом здесь подтвердил свой диплом, и сейчас работает анестезиологом на скорой помощи. Не анестезиологом, он просто работает на скорой помощи, он не работает там. Ну, просто не раз говорит, там еще нет машины. Ну, может, может быть, я выразился неправильно, возможно. Работает, ну, завтрак нам в гости, должен зайти. Стресенье нельзя. Это как у нас Света. Ну, хорошо, в воскресенье. Разницы никакой. На днях. На днях, вот. Вот, подобрал слово, на днях. Ну, и он тоже самое говорит, что позиция, как бы, Swiss Medical, по-моему, да? Ну, это такая дорогая, как бы, страховка. Он говорит, что, ну, позиция, вот, только, ну, что-то срочное. Ну, там, не знаю, у тебя аппендицит, или там, у тебя сердце, или у тебя еще чего-то. Понятно. Да. Тогда прилетают. А если ты просто, скажем так, ну, решил сходить на обследование, я как-то три месяца пыталась взять очередь на обычное медицинское обследование, потому что я уже два года его не проходил, скажем так. Я вообще-то не люблю, как бы, но вот она настраивает. А какая у вас, извините, страховка? Ну, в смысле, какая у вас там? Это санаторий, санаторий ГУМС, и мы с СОСИО. А, то есть у вас медицинская страховка, мы с СОСИО санаторием? Да. А, вот, потому я так вот слушаю, почему? Потому что у нас, допустим, медицинская страховка, все как, я даже назвал это про союз коммерсантов, скажем так. Так, то у нас на обычное обследование свободно выдаются все талончики, все, я прохожу обычные обследования каждый год, и сейчас то же самое, если мне надо к врачу просто пройти показать ему анализ, я позвоню, мне дадут тур, через месяц я пойду и дам, вот у меня, через месяц, дать анализ, в конце сетчего месяца, показать просто терапевту их, просто обычные, сахар в крови, скажем так. Ну, проверка. Ну, все. Прегистивная медицина. Хотя, некоторые вещи, конечно, задерживают, кое-какие вещи, которые должны были сделать за три месяца, уже почти полгода прошло, и пока все, тяжело, тяжело. Нет, я бы сказала так, что вот мы… Мы, наверное, и правда связаны с этим вирусом, с этим карантином, все-таки стараемся. Что можно отложить, отложить. Ну да. 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 Именно так. Именно так. А до, допустим, карантина вообще вопросов не было, ты звонишь, тебе дают там очередь, ты идешь, ты делаешь все, что надо как бы, получаешь направление и так далее, и так далее. То есть, сейчас немножко стало сложнее именно из-за карантина, именно из-за карантина. Ну да. Либо они захлебываются, потому что у нас страховка, она… все равно я называю это страховкой, потому что… Ну да, да. Примерается, как она. Просто… Месячная оплата, да. Она у нас, так или иначе, она у нас не из дорогих, и поэтому санаторий, мне кажется, что он просто захлебывается в количестве пациентов, которые… Ну да, позиция такая, что если нет срочности, желательно нет, желательно нет. Даже вот, вернусь, Катя взяла мне вот эту вот очередь к клинику-медику. К терапевту. К терапевту. Он мне там написал всяких разных там кучу направлений, попробую возьми по направлению. Все-таки мне пока удалось. Ну, что-то, что-то да, но и все. И даже, да, даже какие… какая-то очередь была, Кате удалось ее взять, она настырная, вот, потом звонят, говорят, нет, отменяем. Ну… Я говорю, вы отменяете, дайте другую. Ну, если вот, вот, ваше желе надо, вот, мы взяли очередь, дайте другую. Нет, вы должны звонить опять, как бы, в колл-центр, вот, и там брать очередь. Ну, до него, как правило, не очень дозвоняется. Так, исчерпывающий ответ, Доня, ты получил? Да. На медицинское отслуживание? Да, конечно, конечно, залабывает. Просто интересно было, потому что я знаю, ну, я не верю в врача. Вот, у меня же, ну, разные ролики бывают, и когда рассказывают, что здесь, как бы, люди обращаются к врачам, но и начинают спорить. Вот, я знаю, там, на Украине, мы врачам не верим, мы самолечением занимаемся. Я доказываю, что здесь, как правило, люди идут к врачам. Да. Больше, чем занимается самолечением. Потом уже, как минимум, хотя бы, для того, чтобы определить, что с тобой такое, а потом уже лечить хоть как хочешь. Я вообще могу сказать в продолжение, что когда вот мы сюда приехали, я начала, когда понимать что-то, языковой барьер стал пропадать постепенно, и я удивлялась. Все клиенты говорят, ой, у меня завтра там врач. Я говорю, ты что, болеешь? Нет, я не болею, но мне надо сделать анализы, как превентивная медицина. Я думала, господи, боже мой, как же они все тут вот дрожат над своим здоровьем? Потому что она жила прежде, в России. Ну да, я вот правильно. Если ты умираешь, то ты и идешь к врачу. Ну да. Иначе, если ты придешь и скажешь, что я хочу сделать исследование, чтобы знать, что со мной все хорошо или со мной что-то не так, или скажу так, на дверь тебе покажут, давай иди отсюда, потому что ты будешь занимать место больного человека, который реально нуждается в медицинской помощи. И когда вот я тут начала к этому как бы как адаптировать свой мозг, мне это тяжело очень давалось. Почему? Потому что, как видите, он не один. Тут, если еще говорить про врачей, вот в чем отличие то, что у нас там и здесь тут, тут столько психологов и психиатров. Это да. Это кошмар. Тут столько девчонок, которые болеют вот этой анорексией. Это просто кошмар. Это просто кошмар. У нас как-то в России раньше было проще. там, тебе плохо, ну, плюх по морде как бы, и стало хорошо. Или что-то в этом духе назовем это так грубо. Грубо говоря. У нас не было этого. Не знаю, может быть есть сейчас. Раньше не было. То есть, у нас не было, допустим, проблем вот с этим. В нашем доме есть психолог, детский, я так понимаю, психолог. Потому что каждые полчаса к нему там очередь под домом стоит, отдают детей. А потом он новых берет, и вот так вот не скончаем. Сейчас вспомнил историю, людям может быть понравится. Аргентинка. Ну, ей было лет, не знаю, 25-30, что-то в этом духе. Ну, в общем, у нее в голове что-то заклинило. И она, ну, типа в суицид и так далее. То есть, ну, типа в самоубийство. Да, в самоубийство. Да, ну, типа в это, скажем так. Несколько раз пробовала, ее вытаскивали, спасали. Из богатой семьи, из очень богатой семьи. В конечном итоге дали совет этой семье. Дайте ей жить спокойно, самостоятельно. Ну, потому что у нее все есть, ей скучно. Ну, все есть. Вот что хочешь, то есть, скажем так. И ей стало скучно, и поэтому она решила так вот, ну, кончать себя. Потихонечку. Что сделала, что сделала семья? Сказала, сказали, все, больше дома не живешь. Поселили ее в отель Широтон и дали гол-карту. И вот там-то в отеле Широтон она с собой и покончила. Да. Ну, ну, что-то это было. Давай я... Не, ну, ну, дурдом. Живи самостоятельно, на тебе гол-карт и лучший отель. Как бы, вот живи там, все оплачено. Как бы, что изменилось? Ничего не... Лень, ты вот это можешь? Могу. Я все могу. Сейчас покажем, расскажешь. Вот. Ну-ка, что здесь у нас? Это я. Рыбак с рыбой. С рыбой. И я тут ее натаскал. Вот в этом озере. Понятно. Что еще мы можем показать? Ух ты. Хорошая рыба. А то. Лиса. А то. Угу. Это уже безголовая, потому что чистим. Угу. Угу. Теперь еще. А вот это... А, вот свой парусик. А, да, а это видяшка. А, вот это я развлекаюсь на море. Угу. 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 нет это не кайт 30-40 километров едет мне этого достаточно и прикольно нашел ну вот он рыбалка в аргентине поэтому как ты задал хорошо вопрос нравится нам в аргенте или нет но вот эти фотографии которые скажем так ты туда вмонтируешь я думаю ну что можно еще сказать потому что уютность проживания зависит очень много того с кем ты общаешься в россии есть люди очень хорошие плохие есть здесь то же самое есть люди хорошие плохие и по зависимости от того кем ты себя окружаешь потому что если это не себя не родители не дети можешь поехать на 33 она вижу и получить полное удовольствие назовем так вот не надо ездить на вижу поселение что там где плохо не надо просто на ездить и то же самое с людьми с которыми ты можешь не общаться с которыми тебе не хочется общаться у тебя есть всегда выбор с ними не общаться у нас например у клиента нету выбора уж кто пришел и слава богу что пришел потому что если тебе человек не нравится ты понимаешь что за его обликом маячит купюрки денежные купюрки а это работа да это работа поэтому всем заходите вот поэтому всегда есть выбор с кем общаться поэтому говорить о том что вот ну народ немножечко здесь вот мое такое мнение такое ощущение я не говорю про всех но здесь как-то больше фальши в народе чем вот в русских да то есть не знаю может быть у нас все поменялось в той же самой россии 25 лет это большой срок чтобы уже изменить как бы маневр поведения человека это поколение вот но когда мы приехали сюда и когда стали общаться с народом я чувствовала что вот есть есть от некоторых людей исходила такая вот волна типа фальши возникало какое-то недоверие человеку ну да типа все хорошо все хорошо потом поворачивается и как бы ну не так конечно буквально но близко вот нас это не очень как бы трогало и тронуло почему потому что ну наверно повезло хотя вот общаясь народом с клиентами которые приходят ну раскачивает это вот вот это вот мне не очень нравится в некоторых людях аргентинцев да в остальном в остальном народ доброжелательный народ очень позитивный позитивный во всяком случае вот при первом при первом рассмотрении при первом контакте даже то есть народ очень положительный может быть это как в америке все вот с такими вот улыбками ну я говорю что да это фальшивые улыбки но приятнее смотреть на фальшивую улыбку чем на не фальшивую это самое абсолютно абсолютно подчеркну извини перебью абсолютно никакой дискриминации абсолютно это к нам нет никакой дискриминации потому что мы европейцы Володя есть дискриминация здесь и очень мощная дискриминация к тем же самым странам к жителям стран которые вот имеют общие границы с Аргентиной ну если ты если ты белый то нет если ты белый то нет ты уже европеец то есть то уже как бы белый щеток так говорят люди с темным цветом кожи не негры вот и они дискриминируются это да ну это издержки скажем так культурного наследия потому что ну в общем не важно мы здесь к удивлению узнали что оказывается мы мы европейцы а вообще-то ты должен это знать если ты из песни ну мы вообще из евро из евроазии как бы вообще-то да из евроазии но мы из европейской части вот климат климат по мне это потрясающий климат здесь потрясающий как вот Лёня говорит что да есть и лето мне не очень нравится особенно такой какой сейчас настроен вот этой неделе но на самом деле температуры стоят даже летом затяжных таких вот жарких периодов немного я думаю сейчас с понедельника начнет с понедельника потом может опять что-то вернется вот ну как бы это терпимо ну да потеем да неудобно хочется себя все снять ну ничего терпимо но начинается осень зима и весна замечательная погода зимой больше чем какую-то легкую куртку и может быть какой-то свитер кроссовки на ноги ничего не нравится и все тут конечно люди ходят и в перчатках и в шубах не знаю мы занимаемся шубу есть есть странные люди ну да в шапках там ну как бы кому как у кого какой термометр внутри вот у меня извиняюсь клиентка вчера приходила то есть жара вот сейчас жарко она пришла в куртке да ну ну 40 градусов пульки да есть люди более устойчивые к жаре и холоду а есть есть разные люди есть назовем это так да Аргентина очень красивая страна очень разнообразная страна мы очень мало знаем Аргентину нам удалось побывать в разных поясах но очень немного мне хотелось путешествовать по Аргентине как бы больше страна очень зеленая естественно и вот здесь такого что предрасполагает потому что зелень росла очень-очень плодородная страна единственное всегда нас удивляет ну почему в такой стране как они говорят вот тут есть такая поговорка что посадишь семечку и уже все само по себе растет вот ну почему почему эта страна вечно зеленых помидор тут купить вкусно зеленых возможно просто невозможно это это все такие как спрошу откуда привезли да вы же ее в Европе везете что-ли в овощной базе это как в России говорили Россия вечно зеленые помидоры как бы но здесь почему зеленые помидоры вот вот здесь потрясающе потрясающе мясо это да мясо сочное красивое оно сейчас карман немножко мьет кусается но оно есть оно есть оно на самом деле очень вкусное мясо и вообще кухня здесь она достаточно не знаю по мне так вкусное извини про мясо про мясо но я знаю что в России тоже продают аргентинское мясо но то что продают в России я ездил как бы видел аргентинское мясо я бы такое мясо вообще не купил но я бы но смотрите мой сын не так давно был в России буквально несколько месяцев назад и он там бегал по Москве искал аргентинское мясо находил и выкидывал и кричал это не такое мясо это не аргентинское мясо это я приехал сюда и первое что он сделал он сразу побежал на свой магазин он говорит не нашел не нашел жил в Москве 3 месяца Лёнь вот аргентинское написано но оно говорит не такое ну какое-то перемороженное переквашенное сухое не то не то и когда мы спросили он побыл три месяца в России два месяца в Украине приехал сюда второй день первое его это самое он пошуровал быстренько мясо искать ну я еще раз повторю я не покупал аргентинское ну вот он покупал готовил и говорит ну это может быть ну это так и говорят я сам не был я говорю что когда я ездил в Россию последний раз я пришел в супермаркет смотрю аргентинское мясо ну в принципе как бы хорошие куски как бы то есть вырезка там я бы его просто здесь вот здесь находясь тут в Аргентине я бы его просто не купил то есть да это это вырезка там и так далее как бы но она выглядит совершенно по-другому и потом и потом есть еще такое у нас был знакомый Саша умер умер к сожалению вот он вообще с Украины и он был техником технологом или как там назвать который занимался копчением еще там и здесь он как бы приехал и тоже занялся этим ну и потом развозил как бы по русскоговорящим в том числе по ресторанам там колбасы мясо там одно другое так вот он говорил что здесь закоптить мясо значительно сложнее почему потому что на 40 процентов больше сока то есть дольше процесс идет чем по идее должен идти там в сравнении там с отечественным мясом назовем это так то есть он занимался вот этим и объяснял именно это ну и второе еще по поводу мяса в школе затронули тему вот в Европе и в Америке запрещено в ресторанах подавать мясо хугосу с кровью просто запрещено нельзя то есть как бы надо готовить здесь разрешается и когда ты вот заказываешь здесь ну мы например ходим в Побре-Люис что тебе рекомендую в принципе прекрасно там готовят мясо вот ходим иногда туда и заказываем именно мясо с кровью почему потому что ты его ешь оно тебе во рту тает но при этом оно ну это как бы полусырое но при этом оно съедобное ну а мне тоже нравится вкусно да и как это цены вообще а цены приблизительно такие же как и в России это анекдот прочитала говорит как вам зарплаты зарплаты у нас хорошие цены у нас плохие зарплаты у нас хорошие цены у нас плохие а вот зарплаты у нас хорошие ну я считаю что цены в Арментине достаточно высокие по ну в последнее время как-то так все это не хватает инфляция здесь она семимильными шагами движется вперед вот и я просто из чего я схожу что есть например в нашей рублике есть минимум заработной платы да как права никого у нас нет из работников ну сейчас уже дезактуализированы вот но в свое время было так что я понимала что то что мы должны минимум платить человеку этого не хватает для того чтобы покупать там скажем фрукты овощи далеко от мяса надо находиться ну заплата была 15 тысяч скажем так и на 15 тысяч прожить нельзя да ну если только фамилия фамилия семья там ну если там ну хотя бы хотя бы два работающих человека тогда можно было свести концы с концами ну я могу сказать и по другому когда мы вообще приехали сюда ну тогда ну было картошка на волнце было 5 килограмм за 1 пейс да да и мясо тоже белое 3 а такая да но по первой ну по первой это было мало это было так даже значит тебе сейчас вот тебе должны дать дачи там скажем там около 20 пейсов вот у меня было я сходила в магазин и я даю стошку а должна была заплатить 13 пейсов 13 единиц да вот и матча нету 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 денег только стошки вот и он мне стошку возвращает не надо 13 пейсов сейчас уже даже ну пачка сигарет пачка сигарет на данный момент стоит грубо говоря там недорогих сигарет подчеркиваю недорогих не нету 130 140 дешевые дешевые мы счастливые денег не считают покупают не я тогда с твоей подачи я тогда приковался я таки пошел и купил лицензию думаю а что будет вот я покупаю просто помочь родной провинции и когда я купил лицензию мне дали допуск в сайт поизучать чего можно чего нельзя и тут я нашел такую очень интересную штуку ну там горбину можно такую в сезон такой лису там сям то есть куча всяких условий пехарей это все название рыб лиса горбина пехарей мы тут выяснили что оказывается это колюшка ну да а горбина это пластоловик или как это называется у нас в России ну не и вдруг наталкиваюсь что оказывается акулу надо всегда возвращать зубов без зубов типа катраны берите сколько доход я я закопил который оставить продали оставить кто чистит рыбу чтобы они продали туристам пожалуйста бери катран 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 по-русски называется катран по-русски называется акули которые зубов они защищены закон ну если их поймал ты их выпускаешь которая беззубая наподобие катрана что это за дискриминация они могут ловиться как кармина как все остальное поэтому ты начал зубы терять я так вот так вот я озадачился думаю почему то есть в чем причина оказывается акулы живородящие они не мечут икру оказывается для того чтобы они там ну скажем так достигли возраста чтобы там чего-то там произвести там им надо типа 15 лет то есть самовоспроизведение оказывается у них очень сложное вот поэтому как бы запрещено но мясо у них блестящее да ну один раз на удачу в китайском городе вот в китайском все можно а может быть у них была как раз ну может привезли из Чили может быть из акулы мы купили мясо кусок рыбы акулы очень похоже на курицу потому что очень белая не знаю очень очень вкусная очень вкусная так вот о чем еще поговорим о то что все всегда спрашивают всегда кто что-то про олентину особенно новенькие или ну скажем так два из трех это о безопасности там говорят что на улицах все убирают телефон нельзя вас обкрадут вас изнасилуют вас убьют это как то не знает куда пошло то ли от первых иммигрантов то ли оттуда все рассказывают что тут дикая страна дикий этот который вот на улице безопасность на улице вот как вы считаете вот уже прожили 25 лет ваш опыт безопасности на улице ну смотри вот наш опыт был таков что один раз у меня украли телефон ну это по моей собственной визовой обернанске и один раз когда сыну было наверное 12 13 его сняли с велосипеда просто так вот подошли и сказали мальчика да велосипед вот ему ничего не оставалось был очень многолюдный на многолюдной площади это было все видели что у него забирает велосипед никто не заступается то есть я не знаю как в России в России сейчас говорят то же самое я постоянно все сравнил с Россией ну подожди Леня Зару вопрос про Аргентину я и говорю про Аргентину подожди подожди вот у нас вот нашу семью коснулась вот два раза всего я скажу что я все время очень много ходила по вечерам по поздним вечерам потому что я делала частные работы после основной работы и меня иногда трогали ну в принципе все в одном и том же районе но какие-то места там с плохим освещением я бывала там в один часов вечера пешком ходила вот абсолютно безлюдно и ну ни разу со мной ничего не произошло может быть мне просто повезло может быть ну мы про вашу и говорим конкретно да ну что-то живет какой-то может я не знаю может что ничего про себя рассказываю сейчас ну к примеру даже наш сект когда вот у нас вокруг вокруг ну я думаю всех тронуло что забегали ребятки с какой-то имитацией оружия или с настоящим оружием забегали кучкой там два человека чтобы кто-то стоял типа на контроле вот и один из них освобождал от содержимого и тоже улетали в основном это они прилетали либо на машинах либо на мотоциклах вот мотоцикли они более верткие потому что можно и поехать между машиной и по трехуару и против движения вот то есть вот нас не трогала но я говорю что у нас вот такое помещение что оно у нас длинное и есть много-много дверей это в наши комарин как это сказать кабинет да вот и в принципе никогда никого нету и мне кажется что вот эти вот лоришки или грабители они когда смотрят вот вовнутрь они не понимают что тут потому что вдруг распахнутся все двери и оттуда выйдут люди например вот то есть мы не не видны потому что они в основном как бы те предприятия когда есть полный обзор что творится внутри вот поэтому они видят что там скажем мало народу или наоборот много народу но это покупатели вот наконец и покупатели тоже раздевают ну телефоны там какие-то вот но это реже в основном берут просто кассу чтобы было время утекать и нас тоже никогда это не тронуло не будем говорить очень громко чтобы не знаю я говорю что вот наш опыт таков что я не могу сказать что аргентина я не говорю про все аргентины про наш район те улицы по которым мы можем ходить ночью ну ночью поздно вечером в темноте или утром ранним когда тоже зимой например я хожу каждый день иногда бывало так что я выходила рано еще потемну в темноте и ходила свои пять километров и я хожу в бан и там никого нет в это время никогда со мной ничего не происходило вот не знаю есть конечно места где говорят что даже таксисты туда не хотят ездить наверное там более опасные могут возникать ситуации вот но мы не нарываемся в принципе не то что мы осторожны чем очень сильно но просто нас никогда туда не заносило в таких ситуациях не тянет да и не тянет каждый свой район можно можно немножечко ну то что катя рассказала все так да здесь есть районы абсолютно точно я начну с того что ты зачем закончила что таксисты туда не хотят возить почему потому что можно нарваться и легко нарваться назовем так когда мы приехали это 96 мы жили в районе ну если ты знаешь это пять углов людям это ничего не скажет и там была площадь ну типа парка у нас семилетний сын туда поскольку поскольку жарко то есть на улицу он выбегал ну так типа в 10 часов вечера когда смеркалось когда температура падала и было фиолетово в том плане что никто за него не беспокоился что ничего не произойдет это было давно да погоди потом когда прошли надцать лет я не могу сейчас сказать сколько прошли скажем так годы то туда вечером уже не выходил никто почему потому что там появились наркоши появились ну скажем так неприличные молодые люди назовем это так и родители перестали отпускать туда детей потому что это уже было могли там не знаю снять кроссовки набить по лицу как бы то есть ситуация ухудшилась в этом плане что касается здесь этого района ну последнее время мы держим как бы дверь на решетке это с коронавирусом чтобы так контролировать дверь и так далее и так далее ну лет пять мы работаем просто с открытыми дверьми то есть у нас дверь была просто открыта мастер и мы никого не боялись если говорить что случалось в аварию то есть в районе ну в основном это то что называется моточорр это мне кажется стало меньше последнего установили много камер установили много контроля два моточор я так вот смотрю по соседним как бы вот этим локалям уже почти никто не жалуется меня тронулок и есть более сказать тут и правду камеры теперь на каждом углу полицейские на каждом углу есть другие районы более глухие где можно поживиться чем да да абсолютно верно меня тронуло только один раз ну то что вот катя рассказала что у сына он был маленьким поехал не туда куда надо скажем так ну и у него отобрали велосипед вот это то что катя рассказывала меня здесь тронуло только один раз второй раз я видел это моточорросы вот там напротив где цветочный киоск пытались грабануть какую-то женщину отнять просто банальный телефон ну цветочник цветочница решительная женщина она как бы сбила у нее стол такой она его как бы толкнула в общем короче мотоциклист упал ну и они в страхе убежали скажем так а меня один раз тронуло нет в руку ну рассказывай два это по приезду вижу бажестер меня туда пригласили в клуб это провинция да в провинцию в клуб и там были вечерние тренировки как бы я туда поехал и последний электричкой должен был возвращаться ну пристал ко мне один ну выписал я ему в пятак скажем так быстро убежал они же здесь маленькие и больше двух метров как тебе могли вообще он наверное сидел а ну может так может из-за этого я вообще думаю как он мог подпрыгивать два раза до тебя достать или совсем обкурен ну да ну и здесь один раз тронул он пошел китайцам китайский магазин влетели влетели трое один там это с револьвером у меня тут патрон у меня тут патрон кашу кашу китайка она тоже как бы китайка как бы она не простая она кашу давать не хотела совсем не отдала не отдала но в целом в целом я говорю что совершенно спокойно можно выходить вечером мы там любим сходить вот тут у нас площадь есть и там есть такой как бы беседка цирку не знаю большая беседка скажем так но очень большая там конец недели собираются люди которые танцуют танго да здесь есть точно я знаю беседку вы говорите да 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 приходят люди женщины приходят в кроссовках переодеваются в туфли с каблуками и так далее на самом деле если когда-то делать будет нечего как бы с ними потому что это весьма любопытно для для подписчиков почему потому что там собираются люди которые просто приходят потенцировать то есть это не артисты не что-то там есть мужик который этим делом всем заправляет он ставит там это какие-то записи пластинки не знаю что он там как включает скажем так вот ну в принципе он зарабатывает 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 тем что он дает классы танго в остальное в остальное время как бы а вот на конец недели туда просто собираются люди которые танцуют это достаточно зрелищно приятно потому что это приятно потому что там есть хорошая онда как здесь говорят нет то есть атмосфера там есть хорошая атмосфера то есть кто-то танцует кто-то просто сидит любуется мы просто рядом стоим и тоже наблюдаем потому что мы не умеем танцевать в танго не 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 если вдруг кто-то наркотическим влиянием и может быть даже у них есть оружие и может быть даже нестрельное или какой-то нож и человек который тебя пытается защитить он может лишиться либо жизни либо остаться раненым никому этого не надо и когда ты начинаешь например ты не говорю что я кто-то начинает встречать вызывая помощь то все для всех это сигнал что надо быстро разбегаться в разные стороны в лучшем случае позвонят в полицию да в полицию они спрячутся где-нибудь и они могут позвонить в полицию но тоже плохо но полиция не очень быстро подлежит не очень быстро как умеют ну не так умеют потому что бывали случаи что наши клиенты звонили в полицию и полиция приезжала через 20 минут ну от них уже толпы никакого ну вот ну в общем вот 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 такая вот ситуация хорошо это ситуация которая наша ситуация да это как был хороший фильм без надежды без гроша в кармане Беверли Хильдс и там что-то случилось и сосед выскакивает негр крича что такое почему почему такая дискриминация у меня там типа украли ограбили там что-то сделали как бы а здесь у него там не знаю чего-то случилось немножечко сигнализация сработала тут и полиция тут и вертолеты и самолеты почему поэтому по-разному все происходит ладоньку в принципе мы наверное сегодня так обсудили что хотели а если нам еще что-то напишут и спросят мы будем оттуда и реагировать как бы дорогие зрители сориентируйте что хочется узнать потому что поболтать там как бы готовы гораздо с тем ну да хотелось бы конечно ну как бы знать какая тема больше всего интересует правильно факт а я бы еще вот что сказал бы там же ну кто не одни же они вот в однике не живут я там пытаюсь еще кое-кому раскрутить на такое вот интервью подобное но хотел предложить тем кто здесь живет если конечно они не боятся но не стесняется камере ничего давайте спишемся ну если есть желание и можем встретиться и тоже сделать такое интервью была бы неплохая такая рубрика да от наших типа как кто где как в других городах Олентин я могу установить связь и по-другому чтобы сделать такое интервью и было бы интересно так что у кого есть такое желание и тут сидит и думает блин вот точно вот там интервью а потом хоть у всех разные истории во-первых разные опыты разные места где живут кто-то живет в праведенстве кто-то живет в пригороде кто-то пойдет а кто-то нет но во всяком случае мы же обращаемся к тем кто пойдет кто не пойдет пускай ставит лайки подписывается подписывает дедушек бабушек сидит на диване трескает чипсы смотрит что тебе главное лайки лайки и и главное иметь хорошее настроение и смотреть вперед а не назад про то что было назад но можно рассказать можно поговорить как бы кому-то может быть что-то это поможет главное смотреть вперед и смотреть позитивно как вперед то мы пока еще не знаем что будет а назад то мы знаем а мы об этом назад и разговариваем все пока ладненько дорогие зрители мы будем на сегодня заканчивать а вы пишите вопросики спасибо 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 всем и вам надо спасибо честно я думаю такой формат должен ну как бы получится